И снова всем привет! Мы сейчас проходим специальный мануальный массаж шейно-воротниковой зоны. У нас она включает от лопаток до головы. Сейчас как раз будем проходить сет номер три, массаж головы, ушей и изучим точки. Значит, вот мы на чем закончили. Подтянули за череп на себя, провибрировали. Кошка выпускает когти и пальцы как раз аккуратно встают под затылочную кость. Видите, на полукруглую. И тут, где крепятся мышцы, прожимаем их вот так вот с вибрацией. Как будто на рояле играем. До, ре, ми, фа, са, ля, си. Следующей точкой под большим затылочным отверстием БЗО и одна, вторая и третья прямо под вот этим выступающим затылочным бугром. То есть, орел когтем за череп уносит голову в Поднебесную. Точки конфуция по-другому они называются. Вот так продавили с давлением на вытяжение. Переходим на череп, волосистую часть головы. Если волос мало, то, в принципе, мы можем прямо на лапах леопарда, костяшками вот так вот эти мышцы размять достаточно жестко. И уходим вот туда. Лимфу вводим под ключицу. То есть, ближе сюда вот, с этой стороны. Здесь мышц мало, тут в основном сухожильный шлем находится, да. И, как правило, если вот эти мышцы стянуты, да, они стягивают за сухожильный шлем весь череп. Это только считается, что кости черепа неподвижны. На самом деле, они как бы дышат. Вот есть вот такие вот. Можно только ближе посмотреть. От этого меняется внутричерепное давление. От микро вот этих вот зажимов. Что влияет, соответственно, на головные боли, мигрени, метеозависимости, хронические усталости, либо, наоборот, бессонница. Все происходит из-за этого. Мышцы в основном вот здесь находятся и височные еще мышцы есть. Височные тоже разминаем и уводим лимфу вот туда. Такими вот приближающими движениями. Как раз лимфатические сосуды, они вот тут идут. За ухом идут, перед ухом идут, по скуле. И по ключевшим, грудинно-ключевшим, сосцевидной мышце, по этой, стекают туда за грудину. Поэтому мы туда стараемся все увести. Сам массаж головы просто волнистыми линиями, вот такими, помассировали. Потом подергали за волосы, где они есть, стимулируя рост волос. Волосиные луковицы, как бы вот так вот мы их немножко вот поприжимали. Теперь следующий приемчик. Делаем руки вот так. И изжимаем кожу черепа такими, получается, грядками. Раз гряда, вторая вот гряда. Ну, сколько у вас получится, да? Симметрично с двух сторон. Если получится забрать кожу вот так вот, да, валик, то гоним вот такой вот валик опять туда, к шее. То есть все движения у нас идут от макушки в сторону сердца. Вот такие вот валики. Соответственно, это тоже хорошо прогоняет лимфу. Можно сделать пальчиковый дождик. Вот так вот пальчиком постучали, постучали по всему черепу. Кто-то очень любит массаж головы и массаж ушей. У меня прям некоторые клиенты говорят, что давай делай побольше, 10-15 минут. Снимаем напряжение легкими такими волнистыми движениями. Далее по точкам уходим от уха. За ухом прям, вот крепится ухо по месту крепления уха. Вот сюда, до места крепления сверху прожимаем точечку. Сразу под, за козелком выше, получается, где крепится челюсть. Тут вот три точки, они очень близки до глубины расположены. То есть вот козелок, там такая ямочка вы нащупаете. Раз, два, три. Сразу три точки. Потом вот бакенбарды заканчиваются. И вот такой вот квадратик есть, да. От волосяной части, если провести линию от лоба, вот так произведение, да, получается тоже три точки. Раз, два, три. Вот тут я их нарисовал. Очень хорошо, они должны быть болезненные. Очень хорошо избавляют от головной боли в височной части. От лобной, если боль головная в лобной доле, то тут другие точки есть. Вот здесь вот сильно прям прижимаем очень сильно до боли. Вот тут две точки. На бровях, где вот уголок бровей, точки прожимаем. Вот здесь посередине точки. Это точки троичного нерва. И вот тут точки. Вот как раз он, троичный нерв, вот так вот, три идет. Потом точки по центру лба. И где начинается лошадная часть головы. Вот. От затылочной части боли, если в затылочной части, то вот эти точки, соответственно, помогают нам. Я их уже показывал вам, да. Достаточно сильно их прижимаем. Это акупунктурные точки. Я вот их разделил. Есть триггерные точки, акупунктурные и биоактивные точки. Акупунктурные делаются с вибрацией. То есть мы либо ввинчиваемся туда, и потом вывинчиваемся. Либо просто нажали и провибрировали. Жестко так. От двух до пяти секунд достаточно на них давить. С триггерными точками сейчас мы разберемся чуть попозже. Значит, ищем вот уголок этот. Вот квадратика этот, да. Бакенбард заканчивается. И вот получаются точки с двух сторон. Раз, два, три продавили. Уводим лимфу вот туда. И, соответственно, на ушах. У нас тоже много точек есть. Ухо – это вообще перевернутый зародыш человека вверх ногами. Вот его голова. Вот хребет пошел. Тут вот крестец, копчик. Где, соответственно, ноги, руки. И вот по этому ободку внутренние органы идут. Вот можете посмотреть на этой схеме. Видите, перевернутый человек. Зародыш человека, вернее, да. Как он в трубе матери находится. И, соответственно, вот точки. Получается глаз, ухо, скула, пошла шея. И вот так вот до конца идет позвоночник. Соответственно, здесь вот ноги, руки, внутренние органы. Здесь половые органы, дюшина и органы грудной клетки. Кстати, скажу вам, если вот две половинки мозга разделить, вот так вот, да, то как раз у каждого человека будет совпадать рисунок с своим собственным ухом. Мы же знаем, да, что уши у нас настолько индивидуальны, так же, как отпечатки пальцев у каждого свои. Так же у нас сложены вот эти морщины в черепном мозге, да, что они так же уникальны. Любопытный факт. Вот, значит, соответственно, Ну, я так покажу. В общем, ухо по-любому сложили, свернули, шаурмой там закрутили, конвертиком, растерли его, размассировали, как следует, до красноты. Потом вот так вот ножницы сделали, растерли в этой плоскости и в этой плоскости. И поприщепляли вот эти точки. Вот глаз, ухо, скула, шея, спина, поясница. К слову скажу, делал массаж одной девушки, у нее болело в суставе ППС, вот здесь. И как бы массаж не помогал уже несколько сеансов. Но я в на самом сеансе пока массировал спину, прищепку вот сюда поставил примерно, где вот поясница, переход, да. И когда я потом снял эту прищепку после сеанса, бац, оказалась боль и здесь тоже ушла. Вот, собственно, проверьте на практике. Вот, значит, по внешнему ободку и по внутреннему ободку поприщепляли вот так вот. И сливаем лимфу опять туда, по грудино-ключичной мышце, к грудине. Теперь кости черепа, соответственно, вот затылочная кость идет, а здесь разделяется череп вот так вот пополам. Если провести ось, да, то тут расположены точки шаулиния. От этой оси по сантиметру в сторону и по два сантиметра друг от друга вот так идет ряд точек. Многие говорят, а зачем ты массируешь голову, когда я просил только спину помассировать? А в основном это и вопрос, что у нас, вот видите, уже сухом показал пример, что там отражение позвоночника. У нас вообще по голографической реальности Вселенной мы сами в себе отражаемся многократно везде-везде. То есть вот эти проекции наших органов, они везде есть. И вдоль позвоночника, и на ухе, и на черепе, и на стопах, и на ладонях, и на каждой фаланге пальца. То есть многократно мы сами в себе отражаемся. Значит, вот эти точки берем, прижимаем вот таким образом, чтобы еще раскрыть череп. Здесь зашасовидный отросток получается у меня рычаг. Такой вот рычаг, если я вот сюда давлю, и череп как бы вот раскрываю вот так вот сверху. по вот этим точкам шиатсу из шиолина. И раскрываю череп. Доходим до затолочной кости, и теперь наоборот. Руки здесь сжимают, а здесь вот мы как бы разжимаем за сосцевидные отростки в обратную сторону. То есть вот туда теперь сжимаем. Теперь берем кости черепа и по диагонали сворачиваем вот так. Давим, давим, давим. И примерно полминутки. И в обратную сторону. Теперь вот такой любопытный прием. Сжимаем кожу, стараемся прямо на всем черепе к родничку. Вот так вот давим, давим, давим. Это, по сути, тот же самый пир после метрической релаксации. Создаем излишнее напряжение и потом резко отпускаем и разводим в обратную сторону. Мягенько, так уже у человека идет прилив бодрости сразу. Такое легкое возбуждение. Как бы просыпается. Значит, дошли точками вот до сюда. Можно еще раз вот эти продавить точки. И делаем из руки такую скобу на расширение через большой палец. В затлыночную кость упираемся. Продавливаем трапецию. Доходим до костей акрамиальной. И вот видите, вытягиваем шею. И в обратную сторону. Если не умещается кулак вот так вот, например, длинная шея, то можно вот так упереться. В обратную сторону расширяем. С массажем выводим все в обратную сторону. Теперь триггерные точки. Они нажимаются всегда перпендикулярно в тело человека. Вот, например, две здесь. Давайте самое основное нарисуем. Получается вот по центру. Вот по центру шеи. Под вот этой мышцей, где сходятся мышцы. На середине этой мышцы. в точке, где крепится мышца. Трапециевидная. Уголок лопатки. Соответственно, вот сюда. Середина лопатки. Примерно. Это где вот трапеция там крепится. Лопаточку мы находим. Получается вот здесь. Здесь нижний уголок лопатки. Где задняя дельта. Пересекается с круглой мышцей. Вот тут прям в уголок лопатки получается. Примерно три пальца отступаем между двумя круглыми. Между малой и большой круглой мышцей. Здесь болезненно, да? Не очень, да? Я пока не сильно жал. Соответственно, вот они. Основные точки. Значит, в них давим по-другому. Это тоже смысл такой, как у пира. Постезиметрической релаксации. Создаем напряжение. Допустим, вот так вот. Расслабьте руку. Вот. Прицелились. В лопатку, естественно, все даем. Вдох. Задержали дыхание. И давим. Давим, давим. Примерно секунд 10-20. Выдыхаем. И отпускаем. Достаточно резко отпускаем. И создается, как бы, эффект шланга. То есть, знаете, как наступил на шланг, напряжение создалось, вода текла-текла, ты отпустил ее, и она пробила пробку. Это вода. Ну, тут, соответственно, кровь. Она не течет, не течет, потом пробивает пробку и уходит напряжение. Очень интересна вот эта точка, которая под, находятся в трапециевидной мышце, дельтовидной, извините. То есть, вот где крепится, вот эта мышца, вот эта пересекается прямо вот сюда, вертикально в тело, вниз. Там будет, как бы, знаете, как будто вот какой-то вот такой шарик-то найдете. Давите. И очень хорошо отпускает потом руку. Плечо и рука. Сразу становится такая легкая, как бы кровь потекла туда. Ну, также здесь вот эти точки вертикально вниз. Перпендикулярно в тело давим. Здесь, чтобы найти точку, там такая по центру будет жилка плавающая, да, вот ее прям прижимаете и продавливаете. Все точки сразу давить не обязательно, да, это если человек жалуется. Допустим, на левую сторону не жалуется, жалуется на правую. Да, значит, только с правой стороны. Ну, либо для стимуляции нужно их продавить. Вот тут на себя, соответственно. Здесь вот в эту сторону. На задержке дыхания. Можно добавить наговор для этих точек. Это словесная формулировка типа самогипноза. Есть специальный наговор от Олега Аллафа Гудвина. Я вам его покажу в следующем видео. Это секретная технология. Вот чем отличаются триггерные точки от акупунктурных точек. Тут можно держать от 15 до 180 секунд, то есть 3 минуты, пока наговор читается. Примерно 3 минуты вот так вот он и жмется. Жжать можно чем угодно. Например, очень болезненные вот эти точки бывают. Прямо туда вот внедряемся палочкой с давлением и диктуем наговор. Можно лаком, в принципе, сюда попасть. Так, но об этом в следующем видео я вам обещал. Есть еще биоактивные точки. Это точки, в принципе, иногда совпадают и с триггерными точками, и с акупунктурными. Но они, как правило, где нерв идет. Например, зажата где-то мышца здесь, допустим. Вот идет нерв, прожимаем ее. Больно? Да. И вот с разнатяжением эту мышцу начинаем вытягивать. Вытягиваем ее в эту сторону. И вот. Например, на ноге. Соответственно, вот так идет нерв, да? Прижимаем нерв, чтобы икру быстро отпустила, чтобы она не была такая сжатая. И достаточно сильно вот так вот растягиваем эту мышцу. Туда, сюда. Видите, растягиваем. Через бой, через бой это все идет. Предупреждаем человека. Вот. Или, например, вот крепится мышца сухожилия вот здесь крепится. Да, бывает часто больно. Терпимо? Да. Здесь. Нормально, да? Да. Тоже, значит, прижимаем эту точку, да? И на вытяжение. Вот вытягиваем. Туда не... Ну, не так быстро можно помедлине ценить. Тоже до трех минут. Ну, обычно хватает сорок секунд. До сорока секунд. Так, ну, значит, вот продавили, скобу сделали и дальше у нас будет сет номер пять для того случая, если мы делали массаж спины целиком. Если делали массаж ширно-воротниковой зоны, то просто на этом уже можно и закончить. Просто подглаживанием, постукиванием. Пальчиковый дождик такой. И успокаиваем человека, накрываем его, дали отдохнуть немножко, и, в принципе, сеанс завершен. Но вы оставайтесь с нами, мы расскажем еще сет номер четыре. это возвращение домой, назад, к истокам. С вами был Олег Аллав Гудвин. С вас подписка и лучше приходите здесь. Все будем отрабатывать на практике с вами. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok